Фонд и телерадиокомпания «Русский мир» совместно с телестудией «Роскосмоса» провели международный онлайн-марафон «Маршрут Гагарина», который приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. Более 100 человек приняли участие в акции. Своими воспоминаниями о легендарном летчике-космонавте поделились участники из Греции, Египта, Болгарии, Германии и других стран. На традиционную встречу приходят целыми семьи. Здесь и те, кто встречал Гагарина в те дни на улицах Эрфорта, и их дети, внуки. Они рассматривают фотографии городского музея, альбомы, книги, делятся личными воспоминаниями об этом уже далеком событии. Юрий Гагарин до сих пор объединяет страны и континенты, и даже государства, где он не был. Специальное поздравление для российских космонавтов подготовили 65 школьников из Сирии. Ребята исполнили песни «Надежда» и «Лучший город Земли». А также отправили в нашу редакцию письма и рисунки с поздравлениями. Юные участники очень старались, поскольку многие из них только начинают изучать русский язык. Напомним, что сразу же после полета в космос Юрий Гагарин обрел небывалую популярность во всем мире. Десятки зарубежных стран приглашали его в гости. Спустя две недели после своего триумфального полета первый космонавт планеты отправился по странам и континентам выполнять миссию мира. Журналисты назвали эту поездку, которая растянулась на два года, второй орбитой. На недавнем онлайн-форуме, посвященному Дню космонавтики, королева Елизавета поделилась воспоминаниями о встрече с Гагарином. Юрий Гагарин посетил около 30 стран, в числе которых Чехословакия, Болгария, Финляндия, Великобритания, Франция, Польша, ГДР, Швеция, Норвегия, Австрия, Венгрия, Египет, Греция и многие другие. В его честь в самых разных уголках планеты появились улицы, памятники и другие памятные места, связанные с именем космонавта. О том, что память о полете первого человека в космос жива во всем мире, мы убедились вместе с участниками марафона «Маршрут Гагарина».